Любовь. Любовь — это потрясающе. Есть любовь между людьми. Если это истинная, настоящая любовь, то просто исчезает весь мир. Для тебя остается один человек, и уже неважно, что происходит. Просто мир меняется и становится намного более теплым, намного более красивым, розовым. Мир в любви, мне кажется, это идеальный мир. Это рай просто. Субтитры создавал DimaTorzok В радостные и счастливые моменты очень просто быть с другим человеком, потому что ему радостно, и тебе, может быть, от этого радостно. А когда человеку плохо, все стараются удалиться, потому что депрессия или вот эта вот грусть, она распространяется. Зачем тебе быть с человеком, которому грустно, непонятно? Но именно в такие моменты мы нужны друг другу. Вельми рационально, когда надо подходить до всего, даже до кахания. Хотя, правда, до кахания мы не можем подходить рационально. Но это не... Можливо сполучать. Можливо, некоторые не могут. Соправда, есть такие хвяры, есть такой поняток хвороба кахания, или уже соправды переключает, и человек перебольшина думает только про кахание, игноруя весь свет. Есть такие люди, есть такие темпераменты, такие... Я иншу в эту пираменту, я как бы верую в кахание, верую в человека, а я все сполучаю, и это не перешкоджаю. На дворот, я кажу, повторюсь, это только спрыяя моему профессионализму, и моей творчести, и моим перекладам, и моим вандровкам. Забота. Много-много заботы, а еще много-много смеха, доверия и взаимопонимания. Если ты... А еще любовь — это вопреки. Когда спрашивают, за что любишь, нельзя любить за что-то. Можно любить вопреки чему-то. Я все время этому учила мама. Я ее спрашиваю, мама, а за что ты меня любишь? Она такая, я тебя ни за что не люблю, я тебя люблю вопреки. Вот. И понимаешь, что, наверное, это так и есть. И вообще, наверное, чтобы понять, что ты кого-то любишь, и вот с кем-то у тебя все хорошо, достаточно, когда ВКонтакте дают бесплатные подарки на Новый год. Тебе дают 15 подарков. Ты открываешь список друзей, ты понимаешь, что у тебя есть все 15 человек, которым ты готов подарить эту елочку. Ты смотришь на эту елочку, ты ее даришь, ну и понимаешь, ну вот, моя тим, dream team, и все хорошо. Когда я приехала в Ягу, в момент, когда находилась в психологическом дауне, я почувствовала себя такой маленькой-маленькой девочкой, которой никто не будет помогать, уже ничего не изменишь. Я такая сидела и смотрела на людей. Они все так не любят друг друга, они так ругаются, лгут. Я тоже такая была, и такая, зачем такое быть? Можно любить других людей. Это не важно, но это важно для тебя. И, ну, я просто подумала о том, что почему бы и нет. Все люди, ну, не все люди, но так много людей не любят друг друга. Я не хочу быть как они, я хочу быть лучше. Это банально. Ну, первое, что вообще пришло в голову, это просто вот принятие. Способ проявления любви, который заключается просто в принятии меня, в частности, таким, какой я есть, таким, какой я бываю, таким, какой я могу быть. И это очень дорогого стоит, потому что, наверное, люди больше привыкли и пытаться переделывать других под себя. Если не переделывать, то подстраивать. Если не подстраивать, то как-то, ну, заставлять какими-то способами делать так, как им хочется. Ну, это эгоизм. Когда ты просто принимаешь человека таким, какой он есть, ну, это очень сильно. И это очень, очень по любви, я бы так сказал. Блин, я просто эгоистка. Мне приятно доказать свое кахание такими ушинками, которые будут приятно мне. Например, я знаю, что этот человек с удовольствием не шторопить. Гуляет там на некем инструменте, это что за угодно, окей. И мне легче просто да помогши ему себе нек показать, проявить. И минавито я так и показываю свое кахание, что это помогает этому человеку по-розному. Як только отримливается, як только могшима показать себе и выразить. Но я это роблю не только идея этого человека, но и идея себе, потому что мне вельми приятно разуметь, что в область со мной находится нечто великое. И вот хочется это великое достать, показать всему свету. Глядите, что у меня есть, это скарб. И как этот человек сам разумеет, что я он скарб. Приятно, что я скарбаю в жизни? Приятно. Любовь. Ой, как же это сложно. Что же для меня любовь? Я не знаю. Мне правда это сложно сказать. Вероятно, потому что меня очень часто люди дарили мне любовь. Мои родители, людьми, с которыми я встречался. И я, как я уже говорил, это какая-то моя особая проблема. Я не знаю, как ее отдать. Я не знаю, как ее подарить. Единственное, что я дарю, это я люблю делиться знаниями. Или если я с кем-то встречаюсь, к примеру, я влюблю в этого человека вкладывать все, что я могу. Я вкладываю в его знания. Я хочу, чтобы увидеть, как он рос. И в итоге я ожидаю от него того же самого. Я ожидаю, что он мне поможет. Я вижу в этом смысл отношений в целом. Но любовь, вероятно, это какая-то на русском downside, на английском, часть от того, что я вижу мир более с научной точки зрения. Я не вижу в любви какую-то великую ценность. Я вижу ценность взаимопонимания, взаимоподдержки. Но любовь, как какая-то сила, которая движет нами, возможно, это не обо мне. И, вероятно, это одна из всех причин, по которым я многим людям делаю больно. И это правда, вероятно, нехорошо. Я бы хотела сказать, что, может быть, понятия любви поменялись в наше время. Сейчас и запросы на любовь другие, и, в принципе, на партнера. И сами отношения другие, нежели были тогда. Я, может быть, в этом плане человек немножко более старых порядков. Я считаю, что если что-то сломалось, это нужно чинить. Если оба человека готовы к этому. В более современных отношениях. Ну, я не могу сказать, как я уже повторяю, за каждого человека. Но можно сказать, посмотреть, как встречается молодежь. Более люди, может быть, где-то в возрасте. Принято не чинить, а менять, если что-то не устраивает. Потому что у нас сейчас пропагандируется вот эта свобода в том, что мы вольны делать свой выбор. Каждый раз будет одно и то же. Каждый раз вот этот конфетно-букетный период, он всегда сладкий. Но когда наступает этот период, когда нужно притереться к друг другу, создать эти отношения, пройти через что-то серьезное, вот эти все этапы раздражительности, этапы дружбы. Я даже знаю, что есть этапы ненависти друг к другу. Есть они такие. Потому что люди надоедают друг другу. Не всегда им есть о чем поговорить. Вот пройдя через все вот эти сложности, вот эту борьбу, я считаю, что это да, это любовь. Когда я вижу людей за 60, за 70, которые держат друг друга за ручки, встречают друг друга где-нибудь с поезда, я не знаю, ходят вместе в магазин или даже выходят из подъезда просто, чтобы донести продукты домой, помочь. Это любовь. Это может выглядеть нелепо. Это может выглядеть чересчур мило. Ну, а зачем оно все, если вот не ради этого? Сейчас, как мне кажется, самая безумная вещь, которую я делал, это я старался своей любви понравиться. Стать такой, чтобы вот стать таким, чтобы она, любовь моя как-то меня любила, чтобы она, значит, чтобы она меня приняла, наверное. Ну, я даже не знаю, я такая, подождите. Я сейчас плакать начну. Чай, секунду. Сейчас. Водичка есть. Вот, да, я пытаюсь стать более закрытой, но не получается. Когда человек переживает за тебя больше, чем ты сам переживаешь. Вот, ну, для меня это самое сильное проявление любви было, когда… Ну, и тебе даже становится стыдно, потому что когда ты тоже любишь этого человека, и ты переживаешь от того, что он переживает сильнее, чем ты переживаешь. И, ну, сложно. Ну, для меня это было самое сильное проявление любви. Я делал то, чего на самом деле, будь я в сознании, не объединенным этим прекрасным чувством, я бы не делал. Вот. Вот. Я бы не был таким человеком, я бы не вел себя так. Мое поведение точно не было бы таким, если бы я не любил этого человека. Вот. Любовь в семье – это главное, с моей точки зрения. Все остальное второстепенно. Работу можно поменять, жительство можно поменять. А вот любовь к какому-то конкретному человеку, если вы там в паре вместе, вот это другое совсем. Вот это… Недаром говорят, что когда умирает супруг или супруга, скажем, то вторая половина получает стресс самого высокого уровня. Для человеческого организма, конечно, часто говорят, вот умер один супруг, если люди пожилые, а потом умирает второй супруг, да, там, через год. То есть для второй половины смерть супруга или супруги – это самый высокий уровень стресса. Если человек вот не имеет, ну, потом одинокие люди мало живут по природе, надо вместе, вместе легче. Суп на двоих легче сварить. Сегодня один сварил, завтра другой. А когда вы будете один, то каждый день вам надо варить суп. А для кого его варить непонятно, да, зачем. Для себя не хочется, лень. Поэтому ищите свою вторую половинку. Вот могу посоветовать студентам нашим. Для меня любовь – это плавное, нежное, аккуратное чувство к любому. Вот вы тут сидите, как бы, я к вам очень, ну, тоже трепетно отношусь. То есть мне не хочется делать вам плохо, когда, ну, вот не хочешь делать кому-то плохо. Ну, вот не знаю, просто это что-то приятное, то, что хочется дарить. И вот, например, я вот вам говорю, да, что-то, и вы мне фактически в ответ ничего, и я ж на вас не обижаюсь. Ну, а вот эти всякие привязки, вот эти инстинкты – это постоянное требование чего-то к себе обратного. То есть вот ты сказал, тебе не ответили, все, у тебя сразу начинается, как это так, он мне ничего не сказал. Любовь ты дал, и все, тебе от этого классно. Вот, больше и не надо. Если бы я воспринимал это два с половиной года тому, то я бы вскрылся, или попытался, или бы резал себе коленки, там, я не знаю. Сейчас я… У меня такое ощущение, ну, знаете, как стадия принятия смерти, вот когда рак объявляют. То есть я сейчас нахожусь в таком состоянии, что я не верю, что меня не любят. Или я уже смирился, я еще не знаю, может, я уже все стадии прошел. Ну, как меня можно не любить? С одной стороны, а с другой стороны, как меня можно любить? Пока человек дорожит связью самой, то есть неважно, какие чувства, любовь или не любовь. Для меня любовь важна, но если человек не хочет любить, я его не заставляю. Я тешу себе мыслями, что это происходит потому, что я очень много времени выделяю в академической среде. То есть смотря на каких-то своих ребят из Ягу, у них вот это состояние очень такой романтики, но они как-то умудряются и хорошо учиться. У меня такая ситуация, что, как правило, у меня что-то преобладает на чем-то. И если, например, у меня будут какие-то романтические отношения, я знаю, что моя учеба может полететь к чертям. Потому что я буду очень много времени посвящать этому человеку. Но на данный момент нет. Это и хорошо. Но это и плохо, как, в принципе, все, что происходит в этом мире. Люди говорят о том, что ты поймешь, когда ты встретишь своего человека, ты найдешь свою родственную душу. Да, это все классно, но у меня нет страха того, что я не найду свою родственную душу. Ну, серьезно, нет страха. Возможно, потому что я… Ну, есть примеры, когда люди посвящают себя саморазвитию своей карьеры, карьеристы. Я не знаю, буду ли я такой, потому что очень сложно сказать. Ты не знаешь, кого ты встретишь на улице, ты не знаешь, кого ты встретишь где-либо. Ну, так что это сложно судить. Ну, можно будет посмотреть это видео через пятнадцать. Я скажу уже тогда, сожалела я об этом или нет. Чтоб мы не робили, ну, наприклад, прыгожую спагетти, альбо запеканку, альбо накрывали б вечеру на стол для своих близких. Я не выявляю, как это можно делать без любови, как можно там с ненавистью кроить огурки в салат, каким ты поделишься в своей семье. Без любови все губляет просто сенс. Абсолютно. Грех думать, что ты не будешь дарованы там, на небесах. Это грех. Грех отчаиваться, грех марновать свой час на ненависть, на некие темные думки. Это разбурая на перстябе. Кали ты отправляешь какие-то флюиды там нелюбови, ненависти, зла комусь, да и в этом уже не дойти. А ты разбираешь свою душу. Любить значит уметь спогадать, спочувать людям, супероживать ими. И, насколько это мягчимо, нигде не отправлять все эти флюиды, эти знаки, сигналы зла. Зла полна в этом свете. И, на жаль, мы не можем за это ничего сделать. Но мы можем наполнить свое при нам все житие любовью. Створяючи, мы зруйнуем. Створяючи вокруг себя атмосферу любови. Робячи любую самую простецкую справу с любовью. Спогадаючи іншим, мы руйнуем темрець. Мы руйнуем зло. Нельга зло перемахчи злом. Нельга ненависть перемахчи ненавистью. Нельга агрессию перемахчи агрессией. Это, как принцип Вишневой Галины. Часом поддаться, как хлестко ударить. В этом моя любовь. Я не знаю, что такое любовь. Я не знаю, любила ли я когда-нибудь кого-нибудь, кроме родителей, разумеется, действительно любила. Над реальными чувствами, к которым я и хочу вернуться, над ними ты вообще не поработаешь. Это вообще от меня не зависит никаким образом. Все, что можно делать в такой ситуации, когда ты любишь, но ты не в отношениях, продолжать любить. Я называю это, я просто тихо в сторонке люблю и кайфую от этого. Все хорошо. Я знаю, что мне отношения нужны, потому что не настолько я крутая еще, продвинутая, чтобы полностью чувствовать человека. И на расстоянии черпать от него какие-то знания. И мне нужен рядом человек для того, чтобы открывать в себе новые грани. Мама — это то, что любит нас еще до нашего рождения. Мама — это то, что будет заботиться о нас, даже если начудили где-то мы. И даже если мы будем все равно упираться в том, что мы правы в этом, мамы всегда будут любить нас. Даже несмотря на то, что мы иногда хочем всяких развлечений и берем финансы у родителей. Мамы — это чудо природы. Я думаю, любовь моей мамы ко мне. Она фактически всю жизнь мне посвятила. Так сложилось, что они разошлись с моим отцом, когда еще я не родился. Она была очень интересна, как я теперь понимаю. Интересная, красивая женщина. Она могла бы устроить свою жизнь. Уехать куда-то, найти и так далее. Она осталась, и она всю жизнь меня поднимала. Вот, может быть, наверное, вот это, может быть, это… Я вот сейчас думаю, может, это на меня больше всего повлияло. Потому что я знаю, что она как бы… Вот, могла бы она устроить. Она немножко устроилась уже, но когда уже я стал взрослым. Я, может быть, когда был молодой, я это не очень понимал. Ну, дети эгоистичны, в принципе. Я единственный ребенок был. Один. То есть все, что было в той бедности, это была бедность, да? Все как бы было для меня. Вот. Ну, прежде всего, вот это, наверное. Могу сказать, что, может быть, это, конечно, немного будет нескромно, но мне кажется, что чаще всего, когда я оказывалась в каком-то новом кругу людей, то меня, вроде бы, всегда любили. То есть, с одной стороны, наверное, это пошло в счет семи, потому что я, наверное, самый залюбленный ребенок на планете, да? То есть, как-то я всегда была очень сильно напитана этой любовью. И вот как-то так складывалось, что да, я знакомлюсь с новыми людьми, и мне, по крайней мере, хочется думать, что они меня любят, по крайней мере, что я как-то им приятна. Вот. Ну, и как-то, не знаю, мне кажется, в моей жизни больше любви. Я лечу, альбо отдаю перевагу понятию «повага», якое, на мою думку, высшей и мацней за любовь каханне. Каханне может привести до того, что каханного, каханную можно накричать, покрывдить за кахань. Есть у российской мая такая примавка «бьет, значит, любит». Человек, який, поважая, никуда не допустится «бегет их пера хибау, пера хлестау», что старается «ад великая каханье». И все это оправдывается любовью, альбо каханне. Наверное, наивысшее проявление любви, опять же, случилось, вот я все вокруг, кручусь вокруг своего внука, наверное, потому что он у нас самый маленький в семье, и вот вся любовь, вот та, которая существует в нашем доме, любовь между родителями, там дедушка, бабушка, дядя, тетя, вот сейчас вся любовь направлена на него. И, наверное, самое высшее проявление любви было, я просто там чуть ли не до слез умилилась, когда он подошел, обнял он мне и сказал «Бабушка, я тебя так люблю, ты вот, бабушка, всегда хорошая, а я хорошей бываю не всегда». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok